Жанна Дубска Обращались и мировые знаменитости, но их имена она хранит в тайне. Такая конфиденциальность – одно из условий контракта. Мужчины выражать свое мнение личное в особенности от внешнего вида окружающих без просьбы на то. Я, например, воздерживаюсь от любых комментариев или советов людям, которые не попросили меня об этом. Вы говорите, что гуру моды или как величают. Вы знаете, это такое прозвище. Оно приклеилось когда-то ко мне, потому что я начала работать в этой сфере очень-очень давно, еще на заре 90-х, когда практически представителей данной профессии не существовало на постсоветском пространстве. Вообще работа моя как стилиста и как персонального стилиста, как персонального советника по стилю, очень связана с психологией. Вообще работа с людьми всегда связана с психологией. Когда мои ученики, либо люди, которые хотят получить эту профессию, спрашивают, какие качества или какие знания наиболее необходимы для того, чтобы преуспеть в профессии, я говорю, это психология. И моя профессия близка к психоаналитической профессии более, чем, допустим, какой-то художественный. То, о чем вы говорите, скорее, характерно людям, которые хотят эпатировать публику, либо высказать какое-то свое мнение, которое привлечет к ним внимание, заставит других людей бояться, возможно, на высказывание данного человека, но никак не реально дать какой-то совет. А вот порой мимики Жанны Дубской хватает для того, чтобы человек понял, что он выглядит не так, как после перевоплощения в модном приговоре? Нет, но я считаю, что человек, особенно работающий с людьми, должен контролировать свои выражения своих чувств. Представьте себе, вы приходите на прием к врачу, вот у вас болит, вы пришли на прием к врачу, и он начинает фыркать или кривиться от вида ваших каких-нибудь, ну, не знаю, болячек или каких-то ваших язв, или еще чего-то, или вообще ему не нравится ваш запах, и он это вам показывает. Но это просто непрофессионально. Я считаю, что такому доктору просто запрещено работать в профессии точно так же. И я бы не просто не преуспела бы, но я считаю, что я бы навредила своим клиентам, если бы я как-то выражала какое-то, ну, я не знаю, собственное приятие или неприятие. Я не кривлю душой. Я люблю уже изначально тех людей, которые ко мне обращаются. То есть и других тоже. Для того, чтобы, ну, я не знаю, ощутить какую-то неприязнь, для этого нужна причина для меня довольно-таки веская. По сути, ваши клиенты – это люди из телевизора, главы государств, светские персоны, звезды шоу-бизнеса. Но вот если набрать в гугле, с кем сейчас или в принципе работает Жанна Добска, то всплывают единичные ответы. Ну, если мы оставим, да, контракт, условия, работа, почему именитые персоны, они не желают афишировать, что они находятся в руках у профессионалов? Профессия стилиста или консультанта по имиджу или по внешнему виду пока не стала такой публично-престижной профессией, которой, ну, каждый станет бахвалиться. Редко кто сегодня скажет, что обращается к пластическим хирургам, редко кто скажет, что он обращается к, допустим, каким-то репетиторам по постановке жестов, речи и так далее. То есть, которые помогают ему выглядеть лучше, вести себя лучше или по разным причинам совершенствовать себя. Всплывают имена тех, которые работали над какими-то публичными портретами. А я работаю над многими публичными портретами глав государств, или видных политиков, или каких-то видных светских персонажей, или звезд шоу-бизнеса. И только там мое имя может всплыть. Редко кто говорит, ой, вы знаете, я обращался к стилисту, и этот стилист была Жанна Дубска. Так вот, домохозяйки, студентки, возможно. Кто вот чаще набирает номер вашего телефона? Администрации видных чиновников обращаются, и обращаются как заказ от каких-то партийных структур. Например, необходимо создать имидж лидеров партии перед выборами, либо необходимо создать имидж нового лидера, допустим, перед какими-то важными событиями в жизни. Либо, допустим, я не знаю, кто-то отправляется на конкурс Евровидения или какой-нибудь другой, новая волна, например, тоже обращается по поводу... Это могут быть, кстати, звезды, могут быть абсолютно молодые какие-то персонажи. И это могут быть, между прочим, и другие стилисты, которым тоже необходим иногда совет и сторонний, ну, посторонний взгляд на себя. Любой дилетант, вот он привык ассоциировать работу имидж-дизайнера, вообще стилиста. Ну, это, скажем, если мы говорим о очевидных каких-то, да, изменениях, новый гардероб, аксессуары, но всё же своим клиентам вы не просто меняете облик, да, меняете стиль, но, скорее, стиль жизни, хобби, пластика, движение. Да, я даю советы, могу дать советы и по другим элементам имиджа, и это будут, конечно, и ролевые какие-то вещи, и антураж, и... а иногда даже и история легенды, то есть о чём говорить, о чём умалчивать или... Какие-то советы по коррекции, допустим, фактуры я могу посоветовать хорошего личного тренера, и что необходимо скорректировать в этом случае, я могу послать к эстетическим каким-то специалистам, да. Есть некое присутствие всё же искусственной жизни, и насколько легко люди вживаются, да, в вымышленные хобби, в какие-то, вот как вы говорите, иногда подсказываете кому, что где рассказать, подать себя правильно, выигрышно. Нужна этим людям впоследствии ваша помощь, или вот действительно нужен допинг постоянно? Вы знаете, я вообще против вымышленных каких-то хобби или вообще каких-то вымышленных историй. История любая, и в том числе и хобби, должно иметь под собой реальную, какое-то реальное увлечение или реальное занятие. Ведь мы очень часто рассказываем о себе какие-то вещи, а люди нас неправильно понимают. Для того, чтобы люди поняли нас так, как мы хотим того, необходимо построить наше поведение или наши истории, или рассказы таким образом, чтобы они нас восприняли должным образом. Ведь это как актёр, мы постоянно выходим на сцену. Между прочим, мы выходим на сцену, как только вообще входим в помещение с зеркалом, потому что у нас там уже один зритель сидит, да, и мы уже начинаем на него работать. Ну а если зрителей больше, да, причём какие-то зрители нас интересуют, а какие-то нет, так ведь? Поэтому работать на свою аудиторию, на свой электорат, это очень важно в любой жизни, не только в жизни политика. Это важно нам в повседневной жизни, чтобы преуспеть. А мы хотим в любом случае, для нас реально, мы хотим преуспеть, мы хотим нравиться людям. Не всем-всем-всем, а тем, которые для нас важны. Нам это приятно, и нам это помогает жить, нам легче достичь наших целей. Во время ваших зарубежных поездок, семинаров, журналисты пользуются служебным положением и спрашивают, предоставляют вам какие-то фотографии, показывают фото чиновников, артистов, может быть, местных губернаторов. Ну, мы не будем исключением. И, конечно же, я хочу спросить, а как вы оцениваете стиль главы белорусского государства? Я вообще слежу за публичным имиджем видных каких-то деятелей современности. Я посмотрела, понаблюдала образ главы вашего государства. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, создан образ грамотно, считываются цели, которых желает достичь данный персонаж. Я считаю, что образ политика и главы государства должен быть достаточно консервативен, потому что особенно чиновник на очень высоком посту, которому народ доверил всю страну, и причем доверил представление этой страны на внешнем уровне, должен быть достаточно консервативен. Что и демонстрируют главы большинства государств. То есть консерватизм и стабильность. То есть, что человек не подвластен быстрым изменениям и нелегко меняется. Внешний вид это демонстрирует. Поэтому мы видим практически большинство глав государств в таком консервативном деловом образе. А бывают случаи, когда вы отказываетесь от деловых предложений? Что должно случиться? Очень редко. Очень редко. Потому что я считаю, что это какой-то вызов. Определенный вызов, что я не могу справиться, допустим, с этой задачей. Но я иногда вижу, что для определенного персонажа будет более эффективна работа с моим коллегой. И я в этом случае не просто откажусь, а посоветую кого-то конкретного. Потому что, видите, особенно в работе с публичными людьми важно создание как публичного имиджа, так и личного. Ведь для человека, это тоже очень большой для конкретного человека, это большой стресс работать с каким-то стилистом, с каким-то персонажем, который, ну, что называется, приближается к достаточно интимной сфере. Это очень интимная профессия. И поэтому я обычно не рассказываю о своих клиентах и не делюсь, и не бахвальствую, и не называю имен. Потому что я считаю, что это может сделать только сам клиент. И называю именно только тех людей, которые либо заявили о работе со мной, либо это было опубликовано непосредственно в средствах массовой информации. Вы родом из Латвии, наши страны-соседки, и вот по работе вы в Беларуси впервые. Ну, какое впечатление о стране нашей сложилось? Сложилось впечатление вот сразу, как только я прилетела. Очень красиво, чисто, ухоженно, тихо, спокойно. Вот дорога от аэропорта поразила меня. Встречающие меня организаторы подтвердят, что я постоянно спрашивала, а как это возможно? А как возможно, чтобы так чисто? А как возможно, чтобы так тихо? Разумеется, много путешествий, много стран вижу, и очень чистых, и ухоженных. Такое спокойствие и порядок, конечно, редко где сегодня встретишь. И это я увидела, уже приближаясь к центру города. Я вчера увидела город, и центр города, и при дневном освещении, и при вечернем. Очень красиво мне понравилось. Я надеюсь, визит будет не последним, с удовольствием приеду еще. Спасибо. И вам спасибо.